По паспорту уникальный код генерируется, а вот по коду уже... Да, тут тоже есть риск какой, если человека поймали на чем-то, да, то можно взять его паспорт, сгенерировать код и по этому коду найти все, что он делал в системе. Ну, это уже такой более сложный пункт. Ну, да, ну, короче, клиринг, работа, очистка... Да, технические варианты есть, другой вопрос, да. Мне кажется, что вот самая большая проблема у нас, это как вопрос доверия к этой системе. То есть вопрос доверия, ну, как... Кто эти люди, которые будут смотреть паспорта? Тоже. Да, кто люди, которые будут смотреть паспорта? Кто люди, которые... У нас появятся во всех городах непонятные люди с палатками, которые будут выглядеть точно так же, а на самом деле это будет какой-нибудь ФСБ или кто-то еще, понимаете? Для того, чтобы не было претензий уходов к людям, которые смотрят паспорта, людям, которые смотрят паспорта, не нужно даже имя знать, кого-то там паспорт. Ему нужно только посмотреть серию номера, сверить фотографию, все, все. Все. Потом на основании этого серии номера он продемонстрирует код и все. Он даже не спрашивает ни имя, ни фамилии, не смотрит, ни прописка. Не записывает, ни люди. Теоретически достаточно просто упомянуть, что с одним и тем же паспортом человек не придет в разные точки аккредитации и получит несколько раз. Серия номер может быть недостаточно для хэш-пода, там лучше, конечно, имя, фамилия, имя, дата рождения. Это технические детали. Но, конечно, доверие в систему... Я понял, что эта система будет только приниматься, если ее установить к такому пункту, когда уже большинство людей они услышали когда-то. Ну да, они опять же доверяют друг другу. Это точка входа в систему. Ну тут опять взаимосвязано. Если для того, чтобы человек вообще захотел в этой системе участвовать, должно быть два пункта. Пункт первый – это доверие к тому, что его голос будет учтен правильно. То есть возникнут у простых пользователей, однозначно возникнут вопросы. Может, у вас там уже заложен какой-то такой код, который... Вот понимаешь ли все наши голоса? Да, просто, насколько я понимаю, это же абсолютно open source, open source, на гиппаде... Да, проблема, что вот бабушки, которые стоят на Байдане... Да, open source, да, для них это... Это первая проблема. Есть внучок, который... Она спросит, что такое open source? Ну, надо, конечно. Она не сможет работать. Этих людей нужно объединять в группы. Они должны из своей семьи выделить того, кто понимает. Он будет их голоса. Он может сразу зарегистрировать и в точке регистрации получить вот эту делегацию голоса. В точке регистрации. Второй вопрос, который возникает у... Ну, вот я, по крайней мере, специально задалась целью, в последние дни общалась с людьми, которые не имеют отношения. То есть мы в своей группе варимся, да, как бы, или что-то. А я специально общалась со своими знакомыми, которые никакого отношения не имеют вообще к компьютерам, к открытому году, к закрытому году, ко всем техническим подробностям. Они говорят, да, супер, система классная. Вот, а что дальше? Ну, проголосуем мы. И что? А что вы дальше с этим всем будете делать? Вот это вот, как бы, тоже такой тезис, который сформулировать нужно. Чем быстрее мы его сформулируем, тем быстрее люди будут вообще захотят регистрироваться. Они просто не хотят регистрировать. Ну, во-первых, чем больше в системе будет людей, и чем это будет более открыто и доказуемо, что у нас в отношении, там, 90% какого-то сообщества, ну да, 90% стоят, 70% людей. И 70% жителей Киева в системе показывают, что нужно срочно, обязательно, сделать такой-то решение, какой-то вопрос. То вот, как говорит Марина, рано или поздно местная власть, если у них есть что-то в голове, где они готовы хоть как-то в службе реагировать, то они тогда начнут реагировать и как-то принимать сведения? Я бы взяла две конкретные вещи. Совсем конкретные, на вопрос, а что с этой системой делать, отвечают следующие. Во-первых, мы ставим общий каталог требований Майдана. Потому что супер официальный такой, который в Европе все признают, это от людей, это понятно, что это от людей, потому что это может доказать, что его составляли там тысячи людей. И во-вторых, мы будем избирать того же мэра. А мы скажем, мы за вас будем голосовать, если вы будете придерживаться решения этой системы. Ну, у нас большинство мэров скажут, конечно, без вопросов, но их выберут, и они забудут этого, что они обещали. Не страшно, а мы идем для начала вот это вот как цель. Ну да, ну хотя бы да, хотя бы как цель. Марина, у меня такой вопрос к вам. Вы в результате зарегистрировались как политическая партия. В принципе, эта система, она в общем-то, ну, исключает, ну, как бы, смысл вообще существования политической партии как таковой. Почему возникла такая необходимость перейти просто от, как бы, от какой-то такой гражданской деятельности? Ну, я имею в виду, что вот привлечение людей. Общественное. Ну, именно почему пришлось вот зарегистрироваться как политической партии? Мы хотели быть адаптерами. Потому что у нас все-таки решения принимаются в парламенте. Но таким образом, вот за счет того, что у нас сидят люди, допустим, в Берлинском парламенте. Волонтерии, уважающие. За счет того, что у нас сидят люди в Берлинском парламенте, они просто вот, берут эти решения, которые там принимаются, которые официальной системы, по нашей Конституции не... И они переводят вот то, что по конституции, как отображается воля республики. Это такой шаг в середине, который нужен, потому что с радикальной системой, типа у нас нет больше парламентов, у нас все текущее. Там совсем очень много проблем, в том числе вот насчет ответственности и так дальше. Для такой огромной вот конструкции, как страна, я еще не уверена, что это будет круто. А какая вообще максимальная конструкция у вас уже есть рабочая? Где действительно используются результаты вашей системы на примере любой страны? Очень, очень просто конкретные решенные инициативы, ее вопросы нужны. Если можно, чтобы была вот такая вот знаменательная инициатива, что это здорово, что это на нам, какие этапы она прошла, насколько долго голосовала, я напишу, то есть несколько конкретных примеров, чтобы людям показывать, что это действительно, что где-то она точно разница. Самую большую я не знаю наизу и сейчас. Если вы вот гуглили, liquid feedback, пират, импортай, берлин. Они вот больше всего пользуются этим инструментом. У нас в Северной Римбе 2 лет, куда я, 20 пиратов в парламенте. И там был такой случай, что, когда мы строили свою платформу, к нам подошел человек, такой уже постарелый, и сказал, а почему вы не поддерживаете вот диалекты в Германии? Есть такие красивые диалекты, которые в школе не учат. Почему вот это не делается? Почему не рассказывают хотя бы, какие они есть? Мы сказали ему, напишите нам инициативу. Он говорит, да, у меня компьютера нет. Он говорит, ну, напишите нам бумажку. Он нам принес на следующий день клетчатую бумажку, на которой он рукой, ручкой написал такую вот инициативу, что в школах должны рассказывать, какие есть диалекты в Германии, откуда они произошли и так дальше. Один урок. И кто-то из нас перенял эту систему. Там это прошло через систему. И на партитерном слете мы это сделали частью нашей платформы. И теперь вот они сидят в парламенте, нас исправили в парламент. И теперь мы это вводим. Что? Нет, один урок. Ну, просто такие. Можно из кармана достать. Ну, это такая история, просто, которую я случайно знаю. Я думаю, в Германии их есть гораздо больше. Больше всего истории у нас в Германии скорее так происходит, что в парламенте есть какая-то инициатива какой-то партии. Придолжение, ну, такой-то, такой-то закон. Все партии между собой, там, какие-то трюки. И если вы за нас, тогда мы с вами. Операторская партия просто говорит, мы спрашиваем у членов шесть дней. У нас еще 12 дней до голосования. Вот. И они голосуют и так, как члены говорят. А вопросы, то есть, я так понимаю, это более вопросы организационные, политические. А вопросы, вот, именно самоуправления и методы действия, вот, на местах. У нас очень такой яркий пример, это установить лавочку или котельку. То есть, вот, или там, отремонтировать, или что-то еще. То есть, нужно обсудить, как отремонтировать, каких объемов, за счет каких средств, кто будет ответственный. То есть, вот, такие вопросы. У нас это тоже делают, но есть более эффективные системы, да. Или, может, у вас, просто, и в Германии, это нормально решается за счет каких-то местных органов власти. У нас, да. У нас немножко, по-моему, посложнее, у нас пока нет. Мне кажется, что, мне действительно кажется, что вот эта система, она именно политическая система, это не система самоуправления. Нет, ну, да, Генцель, именно самоуправление, как бы, или все-таки, эта система более политическая, где более общая какие-то крепора. Дело в том, что пока эта система даст силу власти, для того, чтобы власть почувствовала, что в силу в силу и начала реагировать, это может пройти и... Я думаю, что она импульс власти никакой не даст, просто люди, которые захотят победить, альтернативные политики, если они будут опираться на людей, организованных внутри такой системы, они выйдут тогда власть. Просто, если сейчас не пытаться решать с этой системой какие-то небольшие задачи, допустим, самоорганизации, самоуправления, то не будет у людей явного эффекта. Вот я участвовал, я бурно принимал решения, обсуждал, мы такую классную идею сделали, уперлась в парламент. Я думаю, что сама... Вопросы местного самоуправления. Я согласен. Женя, мы не противоречим, но тут в этой системе и в этой работе самая большая проблема – это мотивация людей. Ни другой никакой проблемы нет. У нас нету достаточного количества мотивированных людей, которые захотят прийти и что-то там делать. Поэтому, если кто-то захочет лавочки строить, пускай строит. Если у него есть мотивация на лавочках, пускай делают лавочки. Кто-то хочет в политике участвовать, пускай участвует в политике. Кто-то хочет сделать лавочку, он знает, что можно сделать лавочку. У кого-то у другого есть доски сделать лавочку. Кто-то третий специалист по лавочкам. Кто-то четвертый может проект лавочки сделать. Но они вместе не могут договориться, собраться. Отлично. У вас нету спора, мы, я согласен с вами. Ситуация похожа. В Одессе попытались создать подобную закрытую систему. Не что-то, а вот именно по месту проживания. Они пошли через Фейсбук. Они не создавали подобную систему. Но они прочли, как говорили, что это был алгоритм. Переделывание, диригирование, коммуникация. Но, но, все обломалось тогда, когда я поняли, что в этом микрорайоне у них только 5 человек. Здесь у них 12 человек. На всю Одессу их 150-200. Какие-то вопросы политического уровня, с организацией какой-то акции, перформансы не могут сделать. А на уровне лавочки, они у них получаются. Потому что техническая масса населения, живущая на этом месте. А почему не помогать районам? Они это пытались сделать. А другие районы должны решать, где в одном районе есть 5 лавочек? Нет, не решать, а помогать. Если они у себя в районе сделали, сами там где-то 12 человек, они смогли сделать лавочку. А те, кто 5, могут. Нету возможности. Почему бы этим людям не помочь? У нас, допустим, в том районе, в котором у нас устроили фидбэк, там действительно вот такая инициатива. Мы хотим третий качель. Качели все всегда заняты на нашей площадке. Пожалуйста, выйдите ли нам из бюджета новый качель. И большинство людей за, и тогда строится новый качель. Эта система тогда очень хорошо работает. Киеве зараз Марина Вайсман, представник пиратской партии Украины. Запитуйте. У нас нередко можно слышать о том, что уже нужно свое время к власти. Мы говорим о про электронную систему принятия решений. Но даже так, что если есть общий бюджет, группа какая-то там, Евромайдан, у вас есть какой-то бюджет. Я сделаю вид, что он один. Тогда, конечно, вы можете голосовать. Вот у нас столько-то денег нам построить лавочку или больше счетов. И за что вы большинство людей дам. Видеть решения, действия, потом наблюдать и по кругу, чтобы они могли чувствовать, что это не зря. Это может дать доверие в систему, да. Они выбираются не исполнять. Женя, это кому этот призыв? Это призыв к себе лично, больше никому. Я вас прошу. Есть вещи, которые нельзя усложнять. Я говорю, человек, который имеет определенный опыт активизма по месту жительства. Вы понимаете, что если обсуждать каждый момент, даже где делать площадку, даже где поставить лавочки, все равно вы всех в этом не убедите. В данном случае берется только одно. Вы берете, делаете. Кому-то это нравится, кому-то это не нравится. То есть, если каждый такой вопрос будет обсуждаться, то через три дня, то есть человек, приходя вечером с работы, и пока он перечитает это все, то у него не останется времени на решение этих более глобальных вопросов. Это должна быть одна своя область. Если ему не интересно самоорганизация и лавочки, он просто в эту область никогда не заходит. Например, вы, может, просто не видели, ну, систему, или видели, как работает система. Система, я видел. Может быть, спельнота, да, вот, группа отдельная, этот дом конкретно. Вот вы себе представьте, я хочу поставить лавочку, вот, молодежь, мы хотим поставить лавочку. Мы берем, сносим, асфальтируем, вот, газон, и ставим там лавочку, потому что мы другие присоединяем. Приходят, трепли, говорят, ну, понял. Другие приходят, и части, это, о, как хорошо, наконец-то есть для присесть, а вторая половина нет, ну, мы не будут присоединиться. Вы стараетесь противопоставить одних людей другим. Есть люди, которые никогда в жизни не будут обсуждать большую политику, они в этом ничего не понимают. Но они знают хорошо про лавочку. У них должна быть такая возможность, инициатива, этим заниматься. У каждого надо быть правы. Вы не понимаете, к чему я веду, я веду к более глобальным вещам. То есть, мне нравится эта система исключительно потому, что там в обсуждении будущего, в долгосрочном процессе может участвовать очень большое количество людей. Ребята, давайте по руке. Рука, рука, голос. Это разные будут, то есть, есть общая группа, где обсуждается общие вопросы. Есть подгруппа, где обсуждается территориальная. Есть еще, вот, вы можете не ходить туда вообще. Вы можете тупо сидеть вверх, если вам это интересно. Если кому-то неинтересно, общее интересно. Хорошо. Это такая, как бы, что... Вы меня не услышали. Я вам говорю о том, что я, допустим, хотел бы для себя принять участие во всем этом. Но, что касается лавочек, и все, у меня очень широкие взгляды. Но я физически себе отдаю отчет, что я во всем этом не смогу просто. А вы не принимаете участие? Вы не подписываете. Вы не подписываете. Вы не подписываете. Нет, не в этом. Я могу вот сказать из опыта уже, вот, конкретно. У нас в пиратской партии есть пираты, которые исключительно, в том числе я, которые исключительно на федеральном уровне активно, которым ничего меньше, чем революция и система образования неинтересно, а есть такие, которые вот за свой район не выглядывают никогда. Но там зато делают замечательную работу. И этих, и тех людей надо взять с собой. И это вот, если систему вот так делить, причем хорошо, чтобы на первый взгляд было видно, где что. Чтобы не выходила там страница такая полная, и там бру-бру-бру. Но вот где тебе интересно. Ты больше думаешь о будущем Украины? Или тебе вот о Беллоне? Заходишь вот под группу уже, вот, и это самое... Это имеет смысл, потому что иначе... Да, просто массово. Массово. Вся система построена на том, чтобы привлечь максимальное количество детей. Марина, у меня вопрос такой. Какой вот у вас максимальный охват, допустим, там, в пределах какой-то территории? То есть, ну, вы же наверняка где-то у вас есть районы, где вы лучше представлены, где-то хуже. Вот где вы достигаете результатов? Такая критическая масса этих людей, это первое. Второе, сколько вам понадобилось времени, чтобы дойти до этого? Я бы сказала, мы еще не дошли до хорошей массы. Но в конкурении у нас... С массой людей на что? В ликвид фейсбеке? Да, в ликвид фейсбеке, допустим, процентный, допустим, ну, там, в Берлине, там, есть, ну, миллион жителей, я не знаю, честно, сколько в Берлине, но, допустим, их миллион. А у вас в системе, там, допустим, 20 тысяч. Наша берлинская система не открыта на все жители, а на пират, для участия. Только пират. Только пират. То есть, у вас, получается, чтобы в систему сначала нужно войти в партию, и только после этого попадаешь в систему. Потому что у нас здесь пока представление другое. То есть, у нас никто ни в какой партии, а в систему идут все. Понятно. Я просто не могу сказать вам цифры, потому что... Единственная система, которая идет без... То есть, над картины, я пока что, это вот Фрисланд. Во Фрисланд, это, ну, типа, область. Это не земля, это коммуна. И там примерно 8% населения участвует. Уже, на данный момент. Конечно, так же, радикально другая ситуация, чем здесь, потому что здесь люди все-таки вышли на улицу, потому что именно у них интересы люди поменяют. Я думаю, у вас этот процент будет больше. То есть, на Майдане он будет каких-то 80%. Если у вас будет успех по всему Киеву, он может быть гораздо меньше, но... Ну, во всяком случае, чуть поприличнее, чем там, потому что там вот проблема действительно построит на Булкачейке. По поводу привлечения, у вас же есть, как она работает на инфекционном материале? Да. Вы можете этим поделиться, чтобы она не создала пользователи. Я васильтрек и... Я запишусь и спрошу людей пособирать, что у нас есть, какие флайеры у нас есть. Да, да, может, какие-то картинки уже какие-то. Я вам записал, чтобы продажать, да. Ну, во время презентации чисто... Нам все пригодится, мы все попытаемся. Я не знаю, чем больше нас будет, тем быстрее этот процесс пойдет, но пока... Марина, вот по времени, я... Вот вопрос, первая часть была процент, второе, сколько по времени это заняло? То есть, какая, допустим, у вас люди гораздо более аполитичная. Ну, по-моему, я там была в Англии, там как бы людей мало интересует, что происходит даже в парламенте. Вот. У нас люди сейчас активные, это тоже хорошо. Ну, вот в вашей аполитичной системе сколько по времени заняло, допустим, путь с нуля до, там, какой-то первой, такой серьезной уже... Ну, нам в городской партии понадобился примерно год. Вот, это хорошо. Я боялась, это... 30 тысяч человек. Ну, это... Вы говорили 20 человек. То есть 20 человек это из скольки было у вас? Депутатов? Да, у вас 20 депутатов в... В парламенте? У нас... 8 процентов. 8 процентов? Мы говорили 8 процентов. А вот это 3 депутатов? Это... И где у вас в парламенте? 4. А вы говорили, какая-то страна... Чеченец, это... А, Австрия. А в Австрии очень хорошо. Но там... Дело в том, что в Австрии пираты... Действительно, вот что они голосуют в ликвиде фидбэк, это настоящая их подкопка. Но в Австрии они набирают 1 процент. 2 процента. 2 процента? 3. 3 процента. В каких странах вообще прошли в парламенте? Вы шли до высокого уровня? В европейском парламенте сидят в два пирата? В Шведском они сидели. Сидели в Швяцке. На Голеновке. В Германии. В Германии. В Германии. В Швеции. В воевого парламента. Высокое поддержку пиратов. В стране. И ещё. В здании. В Чехии. В Чехии. В Чехии. В среднем срок. От создания. От старта. И до прохождения. В тот же парламент. Это сколько? Есть какая-то статистика? Просто интересно. Мало-мало лет. Потому что. Мы усердались в шестом году. На партии Германии. В девятом году. У нас в первый раз было больше тысячи членов. В этом году мы выросли с тысячи на 12 тысяч. За один год. Мы прошли первый парламент в 2011 году. То есть на два года. До тех пор как у нас были какие-то цифры настоящие. 12 тысяч из членов. Мы учились в первый парламент в 2012 году. На. Вот нам как начинающим. Здесь очень интересно с чего вы начинали. То есть понятно что как-то доступ по там каким-то там вообще национальным каналам и всему для рекламы это ну не те деньги и не дают. Есть. Потому что в Германии каждая партия имеет право на радиорекламу и на телевизионную рекламу. Ну вы. Кроме этого. Да. Вроде бы. Не. Но мы да. Мы будем наши реальные брать. Кроме этого. Это было просто хождение в люди. Или это было какие-то организационные мероприятия. Там куда привлекалось максимум где. То есть как это вообще происходило. Или это от человека к человеку. То есть одному говорит он еще пять детей. Ну понимаете. Сетевой это. Или это просто были немножко другие методы. Нам интересно это. Что эффективно. Происходило это. Главное в Пеллине. Потому что в Пеллине были хакеры. Были вот всякие уже группы которые имели аффинитет к играм. Эмм. 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 И у нас ходили люди вот просто пришелечку. И гуляли флайеры. Давали так 그 летний год. Эмм. И вот как то почему то. Мы вот тут делали то же самое. Но вот в Пеллине именно. Потому что там вот эта вот специальная культура. Когда-то мы перешли через 4,5%. Как только это происходит. Нам надо 5% чтоб попасть в парламент вообще. Как только это произошло. Начали кинуться газеты. И начали интервью спрашивать, а так дальше. А потом меня пригласили на пресс-конференцию. Я была тогда в президентстве партии на федеральном. Меня пригласили на пресс-конференцию. У нас есть такая официальная супер-бундес пресс-конференция, называется, где все каналы присутствуют. Это передается лайв и большая вещь. С тех пор, как мы там выступили, у нас набиралось, набиралось, набиралось процентов. До выборов они набрались на почти 9-10. Почти не играет роли, где вы стоите и что вы людям рассказываете лично. Самое главное – это СМИ. Самое главное – это СМИ. Это грустно. А приплечь внимание СМИ лучше всего какими-то очень интересными и очень необычными. Да, просто да. В общем, этот процесс ясен. Самое главное, чтобы у нас уже были хотя бы какие-то маленькие модели действующие, как их или нет, грустно. И можно было взять шлепость. Будь это будет самообороны, и в шлемах, и встать, и в бигах. Самое главное – ищите себе патронатов, ищите себе поддерживающих врачей среди известных людей. Вот с ними сядьте, вот спокойно, несколько часов поговорите. Садите за эту систему. Вам нужны лица. Авторитетных, либо занимающих высокие, как далее, по походу. Известных. Известных публичных. Певицы. Там журналисты какие-то. Кого вы судьбе, в певице? Они симпатизировали, конечно. Ну, почему никого? У нас есть акрополярный. А уж по поводу, когда я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. Меня все понимали, меня глаза отмышали вовсе там шоу. Не обязательно. Не знаю, но это потому что моя одна женщина, и у меня несколько признаков, которые у меня есть с этой стороны. И не хватает на телевидении. Слушайте, я слышу ряд отзывов, что сложный интерфейс по системе. В принципе, был бы для интерес какой-то, собралась там, допустим, команда, пяти человек, джава-программистов, которые приведут в внешний интерфейс какой-то красивый, удобный, простой вариант. Это вот одно из самых важных вещей, да. Начните с этого, начните с клуба, которая сделает на маленькую команду. Это вопрос на фонгерцев, компании, на компании разработчиков, которые занимаются. Есть. Называется... Собрать эту команду и сделать эту фейс, там такой продукт, который можно что-то изменить и выловить для всего сообщества. Внимание, сейчас там есть завтрак и хунг, вот, и у неё Bombay Crushed theme, то есть, кажется, попроще, чем тот из стадарных. Bombay Crushed. Вы говорили, что это open-source проект, да? Да. То есть лицензий нет? Нет. В плане, что я могу убрать и сделать изменения, там, модернизировать... Bombay Crushed – это немецкая другая интерфейс, которая сделала другой интерфейс? Bombay Crushed – это называется этот новый интерфейс. Эти вопросы вот про... Были ли попытки уже как-то Вашу систему влиять на голосование в Вашей системе сторонних каких-то сил? Были какие-то атаки, скажем так, вот, не было пока, да? Были из партии людей, которые не согласны были с этой системой, Вашей системе, которые не справятся, были атаки на серверах. Но внутри системы... Ну, просто у нас такая объективная ситуация такая, что, ну, если вот брать такой оптимистический вариант, потому что мы там вдруг каким-то образом набираем практическую массу людей и начинаем каким-то образом влиять на общественное мнение, ну, это, берем, очень оптимистический вариант, то тут же найдется, наверняка, очень много желающих, ну, вот, как бы, либо дискредитировать систему в общем, как таковую, либо повлиять на результаты каким-то способом, ну... Влиять на результаты нельзя иначе, чем влиять на результаты любых демократических голосований, пропагандой, дезинформацией... Нет, у нас, я скажу Вам, первый путь, который будет, это собрать всех бабушек, инвалидов, пенсионеров и мертвых, которые паспорта еще не сдали, зарегистрируют и появятся там... Если мертвые, если мертвые придут и будут показывать свои паспорта, вам эти баррикады тоже не будут. В центре аккредитации должны сверять... Нет, Вы не знаете, что у Вас голосуют мертвые? Я знаю, но они у Вас голосуют не лично, а аккредитация должна просто быть личной. Ну, вопрос доверия к центру аккредитации тоже... Знаете, вот, российская же оппозиция, вот, тоже проводила в несколько туров такое, онлайн-голосование всего. Ну, только говорят, что там была такая проблема, что лидер МММ, вроде, предлагал людям деньги за то, чтобы они зарегистрировались и проголосовали за того, как аккредитата. И что это, вроде бы, повлияло на результаты голосования. Ну, если там была другая система, если они мертвые... Ну, они используют что-то похожее, но это больше голосовалка, чем выработка решений. А ликвид фидбэк вырабатывает именно решения, он потом... Они голосуют, но самое главное, что, получается, даже вот те инициативы, которые они проходят, они в результате процесса обсуждения, причем очень целенаправленного обсуждения, они получаются лучше, чем и все так далее. Это, получается, хорошие идеи. Взвешенные. Взвешенные, да. А потом уже, как бы, найти, что там происходило манипуляции, их еще раз поставить на голосование, что можно сделать в любой момент в этой системе. Не то, что выборы прошли, и теперь уже все, вы, к сожалению, проиграли. Это можно сделать в любой момент в инициативе, можно всегда ставить по новой. Смотрите, а кто был вашим главным оппонентом политически сейчас? Эм... Кто больше оппонентом? Эм... ЦДУ. Да? ЦДУ? Эм... Оппонентом ЦДУ политическим. А критиковали больше всего на зеленых. Угу. Ну, вы практически выходите на их реакторальное простое расстрастие. Это их голоса. То есть, играющие те, кто у вас знают за зеленые, сейчас нашли правду. Ну да, пожалуйста. А ЦДУ как ошибается? Что? Голоса забрали у ФДП. Эм... Эм... И у ФДП, ну, меньше. У зеленых... Вот наша публика, мы с зелеными проводим. А ФДП тоже. А Делинке? Меньше. Делинка меньше. Потому что Делинка очень старая квартира. У нас старики все. И они совершенно не тянутся с пиратовыми. Фух. А зеленые какая, какая критика? Они сами не хотят такую же систему у себя поставить? Хотели бы. Только это не их система, а теперь им надо придумывать, что это получше. А если это вот на сроке? Они могут, да, мы даже рекламировали, мы другим партиям очень предлагали. Вон СПД наши социальные демократы хотят в центре Берлина поставить систему тоже вот как район. Т.е. не для партии, а для всех людей, чтобы администрация этой системы в нее задавалась. А что я только что хотела сказать? Как критик и зеленые? Какие аргументы? Аргументы? Какие аргументы? Ну, самые доивные. Т.е. Т.е. Мы много ссоримся, потому что у нас все прозрачно. Особенность мы ссорим с собой. Т.е. 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 намного дольше в бизнесе. Т.е. 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 у вас, я бы не все сначала понял, потому что там идея внедрения в парламент и сотрудничество с парламентом, вы автономно существуете? Т.е. 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 которые вы поставили бы когда-то на сцену и сказали, вот такая система, мы не хотим ей пользоваться, чтобы сейчас поставить на Майдане каталог общих требований. Поставили... Это другой вопрос, я вот так вот наивно, совершенно наивно извне, да, такое устройство. Вы ставите сразу вот две палатки, аккредитация, палатка с компьютерами для всех, кто хотят пользоваться и участвовать, у которых своих нет, предлагайте, где можно скачать, аппликацию на Кэнди и так дальше. Система строится, и строится для начала вот с этой одной целью, поставить каталог требований. Больше нет. Мне нужны другие области, пока что мне нужны там другие. Они будут расти, они будут органично расти. В системе находится, кстати, всегда еще область оформлении системы, потому что систему можно менять тоже только общественно, общественно. чтобы она не меняла свои собственные права. И дальше вы ставите такой каталог, и уже у вас участвующие в системе есть. Оттуда уже можно... Слушайте, а мы не хотим вот сделать такую область на там самоорганизацию. А вы не хотите сделать вот... Какие требования мы будем предъявлять к мэру, которого мы изберем. Чтобы он слушал вся этой системы. Программу мэра, которая... Раньше она называлась наказ, да? Нужно создать программу для мэра. И тот мэр, который скажет, я вот эту программу...